Сахарный диабет – заболевание, при котором хронически происходит повышение уровня сахара в крови. У детей он протекает по-разному и без правильного лечения может прогрессировать в более тяжелую стадию. Шесть лет назад Катя Ковалева переболела бронхитом, а после появились признаки другой болезни. Потом начала она худеть и плохо себя чувствовать. И вот через неделю вызвали скорую, и нас на скорой сюда сначала. Врач посмотрел, говорит, так, воспаления нет, давайте на сахар. Сахар померили, и у нас сразу в Уфу. А там уже подтвердили, что это у нас есть, это у нас будет, и с этим надо жить. И к кулу мы привыкали долго. Она боялась, я боялась. Катя, давай помогай мне, мне тоже страшно, потому что это животик, это в ручку колоть, это в попу, это места менять. Ребенку пять раз в день колоть иголку, показывать, это для нее тоже был стресс. Ей тяжело. Сахар постоянно мерить, перед тем, как кукула делать, сахар мерить, получается пальчики всегда исколоты. Инъекции инсулина приходилось делать по пять раз в день. И до семи раз измерять уровень сахара в крови. А также соблюдать строгую диету. Кроме того, Катя вела активный образ жизни и любила играть и бегать с друзьями на детской площадке. Это все способствовало тому, что показатели сахара повышались, а ее состояние ухудшалось в самые неожиданные моменты. Эндокринолог советовал родителям девочки установить инсулиновую помпу, которая практически сможет заменить поджелудочную железу. Пройдя очередное плановое обследование в республиканской больнице, родители подали документы и заявку в благотворительную акцию «Русфонд». За месяц собрали деньги. Очень люди понимающие относятся. И всем спасибо большое, что есть люди. Я тоже там часто участвую и отправляю детям. Почти в это же время стало известно об акции в Эфимской клинике БГМУ, по условиям которой детям больным сахарным диабетом бесплатно предоставлялись инсулиновые помпы. Процесс оформления заявок и подтверждения прошел быстро. В конце мая Катю пригласили для установки устройства. В клинике провели подробный инструктаж и оказалось, что помпа достаточно проста в эксплуатации. А буквально через несколько дней пришла посылка из Русфонда. Семья Куликовых решили отправить второе устройство другой нуждающейся в нем девочке, с которой Катя лежала в Эфимской больнице. Это на днях, два дня назад, два дня назад, вчера это было, отправили помпу с такси в больницу республиканскую на установку другому ребенку по этой помпе. Потому что не только я нуждаюсь в помощи. Катя признается, что до установки помпы делать уколы было очень больно. Кроме того, что обычные инъекции делаются в разные части тела, руки, живот и другие, на их местах появляются непроходящие гематомы. Я все время надоевала делать уколы. Или когда вечером, перед сном, когда я вошел спать, я все время думала, я хочу побыстрее избавиться от болезни. Сейчас, благодаря благотворительным акциям и большой поддержке Росфонда, жизнь Кати изменилась кардинально. С помощью помпы она сама может контролировать свой уровень сахара в крови. Больше не нужно со страхом ждать каждого укола. Теперь подача инсулина происходит автоматически в малых дозах каждый час. Устройство продумано таким образом, чтобы не мешать ребенку в течение ночи и дня. Помпа не сковывает движения и не причиняет никакого дискомфорта. В садике как-то было спокойнее, она еще маленькая была. В первом классе вот она всего боялась, почему-то у нее страх какой-то возник. То, что ей может плохо быть, может быть то, все. Вот за это время, за 2-3 месяца и настроение, перепады, когда сахар повышается, инсулин добавляешь, сахар понижается и начинается перемена настроения. То она сменется, то она плачет, то она психует. Сейчас стабильно стала, ей спокойнее стало и мне спокойнее. Кате исполнилось 8 лет. Она с удовольствием и без усилий катается во дворе дома на велосипеде и может позволить себе обычные физические нагрузки, необходимые в этом возрасте здоровому ребенку. По ее словам, чувствует она себя гораздо лучше, чем раньше. Ничего не мешает ей играть на улице и полноценно проводить время с родными и близкими. Я не чувствовала помпы, не чувствовала никакой боли, то, что она мне не мешалась. Я ее не задевала. Мне было легче, намного легче. Синяки, все шрамы, все начали исчезать. Потом мне намного легче стало. Помочь другим детям, нуждающимся в лечении, просто. Достаточно зайти на интернет-страницу благотворительной организации «Русфонд. Башкортостан» и выбрать любой из способов пожертвования. Я хочу, чтобы они выздоровели, чтобы они не болели, чтобы у них все всегда было хорошо.